Тема борьбы с коррупцией по-прежнему не теряет своей остроты. На вопрос от Воронежской независимой социологической службы ваше мнение. Как вы считаете, в каких отраслях жизнедеятельности Воронежской области самая высокая коррупция? 44,2% населения столицы Черноземья в возрасте от 18 лет и старше на первое место поставили ЖКХ. 32,6% считают, что самая высокая коррупция в органах государственной власти области. 26,7% указали на правоохранительные органы. 25,5% отметили высокую коррупцию в дорожном строительстве. 20,6% в здравоохранении. 15,5% в строительстве. 3,7% в системе высшего образования. 2,6% в муниципальных образованиях. 0,9% в системе среднего образования. 27,8% воронежцев затруднились с ответом. В то же время 0,7% опрошенных считают, что коррупция везде. А полтора процента наших земляков, к счастью, с ней не сталкивались. Условно, ряд экспертов и ученых в нашей стране делят коррупцию на беловоротничковую, это означает чиновники, и пещерную. Это так называемые клерки, которые заняты в различных отраслях и экономики, и социальной сферы, и управления. И вот то, что социологический опрос службы, ваше мнение, показал, что на первом месте ЖКХ, лично для меня эксперта, который не раз проводил журналистские расследования и экспертные оценки, не новость. В Воронеже в бытность губернатором Алексеем Гордеевым и функционирование Воронежской коммунальной палаты печально известного бизнесмена-дельца Вадима Ишутина сложилась такая система. Надо отметить, что эта система негативная. Когда государство посредством сначала принятых законов на федеральном уровне, а затем эти законы стали применяться с учетом местной воронежской специфики на региональном и городском, так вот эта система фактически была отдано откуп частникам, бизнесу. Считалось, что бизнес наведет порядок, бизнес обеспечивает прорыв этой отрасли и улучшит качество обслуживания в системе ЖКХ. Но Воронежний и Белгород, в Белгороде, к примеру, тоже есть частники, им также отдана эта сфера ЖКХ. Мы же живем в одной стране, но там со стороны губернатора Савченко был жесткий контроль. А у нас возник такой феномен, как Вадим Ишутин и Воронежская коммунальная палата, и в 2011 году почти миллиард рублей был выведен из этой системы, а ведь это были платежи населения. И вот представьте, что эти деньги оказались сначала в Чехии, а потом в США. Логично это? Думаю, что да, потому что не было контроля ни со стороны губернатора, экс-губернатора Гордеева, ни со стороны сменявших друг друга мэров города Воронежа. Поэтому в этой ситуации отсутствие контроля порождает не только хаос в системе ЖКХ, который на сегодняшний день и не устранен в нашем городе Воронежа, но и огромные коррупционные проявления. Как происходит на деле? Схема такова. Есть управляющие компании, которые захватывают авантюристы и дельцы. Они устанавливают свои собственные расценки, они взимают с людей последние фактически для многих социальных групп денежные средства. Они их получают, обналичивают, ничего не делают в этой системе ЖКХ, но для того, чтобы на них не наехали ни чиновники, городские и областные, ни правоохранительные органы, они вынуждены делиться. Таким образом мы построили в Воронеже коммунального коррупционного монстра. И мне непонятно, как сейчас мэр Кстенин или губернатор Александр Гусев справится с этой проблемой. Но во всяком случае могу сказать одно. Неоднократно проводя круглые столы с теми, кто занят в этой системе, и департамент ЖКХ правительства области, и государственная жилищная инспекция, и много проверяющих контролеров, которые по идее должны быть. И разные общественные деятели, они ситуацию не контролируют. Более того, как правило, они вовлечены посредством дельцов от управляющих компаний, и тех, кто над ними, такая зонтичная структура, какой была Воронежская коммунальная палата, сейчас ее заменили другие структуры. Так вот, они выстроили систему, при котором каждый более высокий уровень контроля, государственного и муниципального контроля, он, собственно говоря, становится зависимым от тех, кто им помогает решать свои проблемы. Чиновники, они ведь тоже люди, и чиновник это не только должность, но это счастье. И вот это коррупционное счастье и порождает тот произвол, который есть в ЖКХ. Люди не могут это не видеть. Что касается чиновников областного уровня, они на втором месте, согласно данным вопросам. И все, что касается сотрудников органов МВД, то здесь тоже нет, никакой новации. Понятно, что областные чиновники это, как правило, распределители финансовых потоков, это определенные заказчики тех или иных конкурсов, аукционов по поставке товаров, услуг и много чего другого. Вы только представьте, что в Воронежской области 114 миллиардов составляет областной бюджет. Вы можете на миг представить, что большинство этих средств будет задействовано в рамках проведения торгов. То есть огромные бюджетные средства будут выброшены для бизнеса, для того, чтобы кто-то из них получил те или иные заказы или подряды. Это может быть питание в школах, огромные миллиардные средства. Это может быть лекарство на лечение в больницах и поликлиниках. Это могут быть другие услуги. И вот эти деньги, которые сконцентрированы в бюджете, являются лакомым куском для бизнесменов. А как выиграть эти конкурсы? Конечно, надо выстроить взаимоотношения с теми, кто обеспечивает эти заказы и подряды. Вы вспомните легендарного руководителя Департамента Дорожного строительства правительства области при губернаторе Алексея Гордеева. Человек по фамилии Трубников, который в 2011-2013 годах все же попался на этих подрядах, на этих заказах и на этих коррупционных проявлениях. Понятно, что с ним произошло, но это был резонансный случай. Поэтому можем себе представить, что через тех, кто осуществляет подряды и заказы, у тех, кто контролирует гигантские финансовые потоки, появляются соблазны. И поэтому люди это видят, от людей это не скроешь, потому что большинство бизнесменов — это такие же люди, с которыми мы вместе живем и работаем. И они для объяснения ситуации обязательно расскажут и покажут, сколько кому и дали. Поэтому, естественно, эти цифры, эти конкретные факты имеются у населения города Воронежа. Они об этом знают, это невозможно скрыть. Поэтому второе место областных структур власти, естественно. Тем более, что на сегодняшний день мы можем говорить о том, что особым коррупционным проявлением является система грантов у правительства Воронежской области. Конкретно, к примеру, Управление региональной политики проводило массу конкурсов на гранты. Все структуры администрации шли через это УРП. А сейчас выясняется, что, например, некто директор музея дважды по одному и тому же объекту проводил работы. Понятно, хищение в пределах миллиона рублей. Но ведь это шло в системе грантов. Поэтому, естественно, такие факты являются коррупционным проявлением. Ну а то, что МВД с верхней точки перешло на третье место — это обнадеживающий вариант. Это означает, что ни МВД, ни система Федеральной службы безопасности, тем больше не является закрытой зоной. Совсем недавний факт, когда у трех полковников Центрального аппарата ФСБ нашли ценности и валюту на 12 миллиардов рублей — это о многом говорить. Это бюджет крупного города, как город Воронеж. И понятно, что вот эта система контроля как внутреннего контроля службы собственной безопасности двух этих структур, так и внешнего контроля — СК, прокуратура, сама государственная гражданская служба контролируют эти процессы. Понятно, что постепенно мы уходим от вопиющих проявлений. Понятно, что на сегодняшний день это уже становится в какой-то степени не только резонансным, но и достаточно редким случаем, в сравнении, скажем, с десятилетиями назад, когда массовые коррупционные проявления были в системе МВД и в особенности у системы ГАИ, то сейчас это уже относится к тем фактам, с которым люди реже сталкиваются. Сейчас для государства, как городских, так и областных структур, важная задача — найти управу на управляющие компании, на систему ресурсоснабжающих организаций в системе ЖКХ. Если эта проблема будет отчасти, хотя бы отчасти решена, это означает, что масштаб коррупции в городе Воронеже в частности и в стране в целом снизится.